Итак, Мистерия двенадцати клавиш. Сегодня мы с вами поговорим о том, что такое звук, как он влияет на нас и как от простого звука, которые звуки всюду вокруг звучат, как они вдруг превратились в музыку. Почему Мистерия? Потому что я очень долго работаю, уже на протяжении многих лет работаю со звуками. Моя профессия — композитор, музыкальный инженер. И каждый раз тот материал, с которым я работаю, меня просто, я даже не скажу, поражает, он меня потрясает. Потому что каждый раз ко мне приходят какие-то открытия, которые я вообще никак не могу объяснить. Я не физик, я не математик. Я сейчас очень жалею, что когда-то в своё время я не учила физику и математику. Я думаю, что тогда бы мне было легче самой себе ответить на все эти вопросы. Поэтому сегодня я хочу своими вот этими умозаключениями, открытиями поделиться с вами. И я думаю, что среди вас есть люди, чья профессия связана с точными науками. И, может быть, после этой лекции вы мне что-нибудь сможете подсказать, то, чего я не знаю, и дать мне ответ на тот вопрос, на который я сама не могу ответить. Итак, начнём. Мне нужны будут для начала два помощника. И это должны быть люди, которые не умеют играть на пианино. Здесь у меня есть три человека, которые я точно знаю, умеют играть на пианино. Поэтому, пожалуйста, сидите и не выходите. А вот остальные два добровольца. Поскольку у нас мистерия, это значит, что я, наверное, буду показывать какие-то фокусы. И вот первый фокус, он не может быть без вашего безучастия публики. Вам нужно вытянуть карточки. Покажите публике. Значит, одна карточка чёрная, одна карточка белая. Мы начнём с чёрной карточки. Итак, ваша задача – играть по чёрным клавишам, поскольку вы вытащили чёрную карточку. Играть вы можете, что хотите, но постарайтесь услышать меня. И вот свои звуки просто, дайте звук, как угодно, да? Синхронизировать с тем, что вы слышите. Да, как вам кажется? Видите, красиво как звучит. ПОЕX Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, мне нужно обжавестись микрофоном Это помогает в таких случаях Если тихий голос Но я над этим работаю Итак, все белые клавиши на чёрные нажимать нельзя И то же самое У нас может быть с тобой диалог Мы сможем с тобой поговорить Я тебе что-то скажу Ты мне ответишь Окей Тоже бояться не можешь Хороший вариант Хорошо, и начали Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок по-настоящему то что происходило сейчас это все равно что прыгнуть с парашюта но связки с опытным инструктором то чтобы не происходило инструктор на инструктора можно положиться поэтому вам просто нужно был расслабленными и наслаждаться моментом все очень просто что же такое звук мы сейчас с вами получили наслаждение хоть немножечко да те кто сидел кто сидел в зале если бы так звучало на концерте скажите вы бы могли сказать что вот люди которые играют со мной в паре первый раз за клавиатурой сидят даже не заметил давайте же разбираться что же это такое чем мы имеем те ну начнем с того что знают все гораздо лучше меня что звук это волна хорошо а теперь какие выводы если звук это волна где-то у меня тут всякие разные подсказочки если звук это волна то значит это волна что-то делает в нашем мире ну допустим волны в океане большие волны в океане они могут корабль разрушить а могут наоборот принести маленькие волны такие как ну когда просто океан колышется да нам приятно слушать как они звучат и они совершенно не несут деструкту то же самое и с музыкой волны распространяются в воздухе человеческое ухо слышит от 16 ну 20 25 килогерц да там второй порог то есть все что ниже это он раз у нас инфразвуки все что выше это ультразвуки но мои дорогие даже если вы заткнете уши даже если вы специальные глушители оденете себе на уши вы все равно никуда не денетесь от этой волны она вас захватит и снесет она будет влиять на ваше тело не зря сейчас врачи пользуются звуком для того чтобы дробить камни в почке для того чтобы лечить не знаю остеохондроз еще там что-то да я хотел прокомментировать эффект который вызывает вот звуковая волна вот звуковая волна когда она просто вот полетит летит куда-то когда она прикасается какому-то телу это тело начинает вибрировать это еще это все еще впереди это все еще впереди кема про кематику да это еще все впереди да но раз мы уже об этом сейчас начали говорить то я немножко ускорю процесс в многих легендах разных народов никак вообще континентально и географически не связаны друг с другом и разбросанных во времени в их легендах говорится о том что наша вселенная сделана с помощью звука вот тут я выписала чтобы 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 как-то не ошибиться так это тоже капилляция все остальное нет все остальное не будет компиляции так ну ну во первых мы сами мы знаем что в библии как начинается библия то в начале было слово и слово было звук и этот звук летал над водой а вот смотрите в египте египетский тот бог тот создал вселенную силам силой звуку звука своего голоса а второй бог птах он эту вселенную упорядочнил в индии считается что звук аум он уже кстати аминь это тот же звук это примарный звук считается что с помощью него была создана вселенная вселенная индейцы звук у них сакральный инструмент был диджериду и считалось что боги создали вселенную звуком диджериду диджериду очень низкий звук не знаю музыкальный ли он то вот это вот наше начало то что звуки бывают разные мы их можем слышать мы их можем не слышать может быть ультразвуки это могут быть очень низкие звуки и диджериду как раз очень и очень низкий инструмент он там где-то вот на самом нижнем пороге так что здесь еще у меня во многих африканских легендах различных племен рассказывается о том что мир произошел из звука согласно священному тексту майя попы львух первым людям там жизнь была дана исключительно через силу слова вот пожалуйста давайте же с вами разбираться это легенды или действительно под этим что то есть можно перелистнуть во все времена самые светлые умы ученые известные на весь мир занимались звуком но для них звук не был чем-то развлекательным как для нас вот допустим пифагор пифагору мы еще вернемся когда будем говорить о клавиатуре у него не было той аппаратуры которая есть сейчас у ученых но пусть с помощью всего лишь 1 1 струны монохорд вот похоже на гусельки так у нас светом да он делал такие эксперименты о них тоже поговорим потом да то что была натянута струна это все и у него больше ничего не было у него просто была измерительная здесь линейка натянутая струна и еще инструменты которыми он измерял вот как звезды как там планеты вращаются только с помощью вот этих грубых на нам на наш взгляд инструментов он вычислил что вся наша вселенная она синхронизе она как вот натянутая струна вот там есть такой график где он выстроил все планеты соответственно звукоряду про этот звукоряд мы тоже поговорим немножечко под но тоже позже в настоящее время очень популярна наука тематика возьмем дальше чуть-чуть да да но эта картинка о том что раньше ученые раньше не было таких ученых которые вот занимались только химией только физикой только математикой ученые изучали естественные науки и во времена пифагора это было как такая одна дисциплина это была наука о мире о том из чего из каких элементов из чего сделан мир и как вот это вот все пространство вокруг на нас организовано и это невозможно было объяснить одной наукой поэтому там было прежде всего математика музыка это была обязательная точная наука она входила дисциплину вот этих вот естественных наук химия физика ну там еще была риторика над риторикой мне конкретно наверное нужно еще поработать я знаю это мое слабое место вот а стран и астрономии да и это все было в одной совокупности и одно без другого не могло существовать потом в какой-то момент это где-то 16 17 век сейчас запомните это 16 17 век эти науки разделились и все начали изучать уже конкретно физику конкретно химию там хватает чего изучать а сейчас тенденции обратно и уже как бы на орд на новом уровне науки опять соединяются и очень популярна в мире давайте дальше такая наука тематика начиная с 16 века ученые начали экспериментировать вот то что я начале говорила как звук влияет на материю и сейчас мы выясним действительно ли это возможно действительно ли эти все легенды могут быть правды первый роберт гук рассыпал песок на такую железную пластинку и он начал по этой пластинке водить с мучком и вот этот вот песок либо это там соль либо ну что-то очень такой мелкой фракции она начала структурироваться в какие-то фигуры и выяснилось чем выше высота вибрации тем эти фигуры сложнее ну там можно посмотреть я не знаю что там но там должно быть такое если интересно по этой теме и если вы еще этого не видели по этой теме в интернете вы можете очень много материала найти да потом это перенял роберт хлад хладни после этого и фигуры вот эти фигуры структурированные звуком у хладни уже были другие инструменты у него уже были колонки и он мог колонки подключить к звуковой пластине да а дальше ханс йони швейцарский ученый уже современный в двадцатом веке который начал экспериментировать на молекулах у него уже были микроскопы и выяснилось что звук структурирует молекулы молекулы воды естественно наши с вами звук может быть как деструктивным так и конструктивно да ну мы сейчас да и самое интересное что я нашла в интернете это современный ученый двадцатого века буквально там не знаю несколько лет даже уже наверно двадцать первого можно сказать рашид сюняев получил одну из самых престижных премий корнфорда это одна из самых престижных премий в астрономии за то что он смог смоделировать нашу вселенную когда она только зарождалась и смог с помощью студентов гнесинск гнесь гнесинского института в эстере воспроизвести тот звук который был тогда во вселенной но интересно что мы скажем в вакууме же не может распространяться звуковая волна для нее нужен вес вес либо газ а тогда вселенная там было газовое облако и там действительно распространялся звук и когда воспроизвели этот звук увеличив волну там не знаю в пятьдесят раз выяснилось что наша зверь селенная теперь запомните эту ноту звучало на звуке фа диез запомните эту ноту фа диез потому что к ней мы еще вернемся и не раз давайте мы сейчас с вами устроим же эту мистерию значит мы уже очень много знаем мы знаем что звуки собранные влады друг с другом будут хорошо сочетаться что музыка как звуковая волна она может синхронизировать окружающее пространство попробуем с вами синхронизироваться у меня здесь много всяких музыкальных инструментов я буду играть только вот на ту там гитара то и я никому не дам а все остальные музыкальные инструменты ваши значит у нас с вами музыкальные инструменты как вы знали как мы знаем это сакральные музыкальные инструменты и И мы должны для начала просто синхронизироваться с вами. У нас наш король, звук ля, все его нашли. Палочки держим свободно, тогда будет звук, иначе звука не будет. Но мы будем разговаривать. А разговаривать это как? Фразы. Вы слышите, у меня иногда бывают короткие фразы, иногда более длинные. А вот тут полтора часа было соло. А кто-то, может быть, захочет быть солистом и на себя возьмет это соло. Можно закрыть глаза, потому что у вас, в принципе, ваши инструменты не подразумевают ничего такого сложного. Главное потом открыть глаза и найти короля. Дальше делайте, что хотите. И доверьтесь своим ощущениям, своим чувствам. Если вы чувствуете, что ваш звук сейчас не нужен, что вот этому музыкальному пространству он в данный момент не нужен, то не играйте. Особенно это касается колокольчика, потому что он очень резкий звук. Но он в то же время, его достаточно, вот как колокола, которые, да, его достаточно один-два раза, и он уже на какое-то время гармонизирует это пространство. Да, как вот такое действительно, как перчик или какая-то пряная такая вот травка в блюде. Да, есть инструменты, которые создают фон у Маши, да, так, чтобы он звучал, и, да, ты можешь эти колокольчики. Да, есть инструменты, которые играют мелодию, которые говорят фразы, да, гитара, коклы, да, и мы можем переговариваться, допустим, одну фразу скажет Таня, ей ответит Скайдрита, и потом я отвечу. Вот тот же инструмент звонга, на котором можно играть фразы. Ну, попробуем. Начнем с короля. Просто послушаем этот звук. Жанна, я понимаю, милая, что тебе очень хочется снимать, но ты у нас главный король, который дает... Да. Играем этот звук ля. А дальше он будет вот на этом стакане. А дальше, если вам захочется сказать реплику, говорите ее, да. То есть мы вначале настроимся друг на друга, а потом у нас будет свободный полет. Играем этот звук. 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 Играет музыка 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 ансамбль и я думаю что эта музыка могла бы звучать на сцене несмотря на то что многие из вас это делают первый раз спасибо вам большое